Каким вы видите Владивосток? Чего не хватает городу? Ответить на эти вопросы и сделать свои предложения по благоустройству общегородских территорий, набережных, скверов, парков и пешеходных зон призывают горожан. Муниципальная программа на 2017 год предполагает и благоустройство придомовых территорий. Как стать участником программы и сделать жизнь в городе более комфортно и мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Григорий Александрович Пихвасер, начальник управления и содержания жилищного фонда администрации города Владивостока. Здравствуйте. Добрый день. И Петр Валерич Карпов, заместитель начальника управления градоустройства и архитектуры города Владивостока. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что для начала стоит рассказать тем, кто еще не знает об этом проекте, о его целях и задачах. Здесь у нас, скажем так, для нас большая радость, потому что впервые, на самом деле, выделяются какие-то федеральные, краевые, бюджетные средства для благоустройства придомовых территорий, чего, в принципе, раньше не было никогда. Тут без исключения можно сказать. То есть деньги пока, скажем так, относительно не очень большие. То есть хотелось бы больше. То есть мы рассчитываем порядка 120 миллионов. У нас общая стоимость работ составит на 2017 год именно по придомым территориям. Но все-таки уже какое-то начало. Ну и, соответственно, надеемся на активность собственников. То есть здесь это средства, которые позволят привести, скажем так, к придомовой территории в благоприятный, комфортный вид, который позволит им, скажем так, радоваться их в двору и так далее. А что касается общественных мест города Владивостока? Ну, основной целью муниципальной программы это является повышение уровня комфорта с жизнедеятельности граждан, то есть посредством благоустройства как раз территории Владивостока-Городского округа, в том числе общественных территорий. Повышение благоустройства территории общего пользования для массового отдыха жителей города Владивостока и создание, прежде всего, условий для комфортного проживания на территории, улучшение комфортной среды. В общем, все, чтобы удобнее было горожанам. Вообще, этот проект уникален именно тем, что жители могут сами вносить свои предложения, и это очень здорово, есть такая обратная, ответная какая-то реакция горожан. Я думаю, что уже были какие-то заявки. Расскажите, о чем просят вообще в первую очередь, ведь с 3 апреля, да, начали они уже, получается, присылать их? С 1-го, да. А, с 1-го даже, да? Ну, на самом деле, да, здесь у нас вопрос-то вообще очень такой простой. То есть у нас в городе 3700 домов, и, в принципе, у большинства жителей есть вопросы по их преддомовой территории. У кого-то разбит асфальт, то есть, собственно говоря, на машине сложно проехать, и у кого-то нет освещения, или оно было когда-то, оно поломалось, кому-то вот хочется лавочку, и чтобы, соответственно, там вечером посидеть, что-нибудь такое там бабушкам, опять же, обсудить свои, так сказать, насущные дела. Вот, здесь, то есть, естественно, и, конечно, мы, то есть, ориентируемся именно на предложение граждан, потому что им лучше знать, как бы, где, собственно, что лучше надо сделать. То есть, не администрация, а, собственно, жителям, собственно, домов и так далее. То есть, у них больше представлений о том, что им, на первую очередь, надо отремонтировать. Вот, то есть, действительно, да, у нас открыт прием заявок. То есть, у нас на сайте администрации города в левом верхнем углу целый баннер есть «Современная городская среда». То есть, туда заходишь, и там, в принципе, очень подробно все расписано. Есть целая инструкция о том, как включить двор в программу благоустройства. То есть, нужен пакет документов. Он достаточно такой, скажем так, ну, это пакет документов. То есть, это нужно протокол собрания. То есть, это нужно, чтобы было понимание, что, действительно, жители дома хотят, чтобы их дом включили в программу. То есть, это, действительно, для капитального ремонта, но это требование у нас федерального законодательства. Нужно согласие двух третей собственников. Вот, то есть, нужен протокол собрания. Нужен акт обследования. То есть, это управляющая компания должна с жителями пройти, посмотреть их, соответственно, двор. То есть, как бы провести, так сказать, дефектование. То есть, понять, какие дефекты нужно устранить и так далее. Ну, и, соответственно, нам это направить. Также мы просим локальный смертный расчет. Это некоторых озадачивает, но, в принципе, для управляющей компании это не составляет проблемой. Потому что их производственное техническое дело, как правило, с такими вещами, как смертное асфальтирование, справляются достаточно легко. Ну, и тем более, что это, в общем-то, в общих интересах. И управляющая компания, это сложно упростить жизнь, то есть, уменьшить количество жалоб и так далее. Вот, сэкономит, в том числе, деньги текущего ремонта, которые можно будет направить не на асфальтирование, а, допустим, на кровлю, там, на какие-то другие виды работ, которые требуются потом. Поэтому это, в принципе, в общих интересах, поэтому не должно это составлять больших проблем. Также просим мы копию уставных документов, если управляющая компания к нам обращается. Там также может обратиться физическое лицо. То есть, в принципе, собственники могут протоколе решить, что Иван Иванович Иванов, упомощенное лицо, которое представляет их интересы перед администрацией города. То есть, направляет пакет документов, соответственно, подписывает и так далее. То есть, единственное, тут надо будет подтвердить личность, копия паспорта. Можно представить дизайн проекта. То есть, как собственники себе представляют, как это будет выглядеть. Это придумывая территория после того, как будет произведен ремонт. Но это добровольно. То есть, нет возможности, как правило, какие-то требуются особые, скажем так, создания графических программ и так далее. То есть, нет возможности. Не надо ничего страшного. То есть, рассмотрим без этого. Сейчас у нас порядка пяти заявок уже к нам приходило. То есть, мы их отрабатываем как? Собственно, разъясняем собственникам, что вот какие-то технические моменты были на самом деле. То есть, там комплект документов был не тот немножко. То есть, не два комплекта документа, как мы просим. То есть, там не прошит и так далее. Ну, это чисто технический момент. То есть, мы стараемся собственниками это отработать. То есть, мы не говорим, что, уважаемые собственники, сейчас мы в большую кучу все это сложим. Ну, то есть, через месяц потом просто вам откажем. То есть, мы этого стараемся не делать. Стараемся помочь, объяснить, чтобы это все было в таком режиме. То есть, очень важно, чтобы тот самый пакет документов и форма заявки, она была составлена правильно. И именно тогда предложение будет рассмотрено уже специалистами. Формы заявок, то есть, нами разработаны утвержденные, висят на сайте. В принципе, там ничего сложного нет. Ну, и понятно, да, что потом, собственно, очень много кто нас просит, а как мы в дом включили программу, почему именно этот, а не вот тот другой. То есть, соответственно, нам как бы объясняться потом придется, поэтому лучше, чтобы все было нормально. Мы еще вернемся к вопросу благоустройства придомовых территорий. А сейчас хочется все-таки об общественных поговорить. Что касается них? Как правило, чего будут, как вы считаете, просить жители? Может быть, озеленение больше, да? Может быть, еще скверы и прогулочные зоны? Интересно именно мнение специалистов на этот счет. Ну, вот смотрите, аналогично приему заявок на городские дворики, также принимаются заявки на общественное пространство, на благоустройство общественных территорий. Также до 28 числа такие заявки принимаются. На сегодняшний день от жителей и заинтересованных групп населения таких заявок еще пока не поступало. Мы, безусловно, ждем от всех такие заявки. От города, безусловно, также есть предложение по включению территорий в рассмотрение общественной комиссии, потому что далее после приема заявок общественная комиссия будет рассматривать все эти заявки на предмет соответствия к критериям, к критериям определенным порядком как раз рассмотрения данных заявок. В частности, к таким критериям относятся, значит, это наиболее посещаемые общественные территории, это соответствие общественных территорий градостроительным регламентам правил землепользования, соответствие зонам градостроительным, это близость и расположение к акватории. У нас город морской. Город морской, да. Наличие, естественно, ландшафтного амфитеатра также будет учитываться при включении таких территорий. Территории направлены в управление градостроительства, оно передается в муниципальное казенное учреждение, дирекцию по строительству, которая составляет дефектовочные ведомости и считает смету на благоустройство, работа связанная с благоустройством таких территорий, после чего передается как раз на рассмотрение общественной комиссии. По результатам общественной комиссии, соответственно, такие территории будут включены в программу. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о программе благоустройства Владивостока. Вы сказали, что, например, это могут быть объекты у моря находящиеся, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте расскажем вообще, что нужно сделать жителям, так же, как Григорий Александрович рассказал, но непосредственно для того, чтобы появились какие-то общегородские территории. Их предложения, как их правильно вносить. В общем, нам интересны сейчас все подробности. Да, немножечко о приеме регистрации, рассмотрении и оценке предложений. Значит, предложения подаются всеми заинтересованными гражданами, физическими и юридическими лицами в срок с 3 по 28, значит, 04 2017 года. Подаются в управление градостроительства и архитектуры города Владивостока. Это западная 15, кабинет 704 в бумажном виде, либо в электронном виде. Это на электронный адрес управления градостроительства. Это ugea.sobako.wlc.ru В предложениях необходимо указывать следующие позиции. Это местоположение общественной территории, перечень работ, которые необходимо выполнить на данной территории, в том числе это сведения о размещаемом оборудовании на территории, материальные объекты, образцы элементов благоустройства. Также необходимо отобразить информацию о стилевом решении площадки типа озеленения, также типы освещения и осветительного оборудования. Также необходимы графические материалы, которые бы содержали изображения. Благоустройство – это чертежи, какие-то фотографии, фотомонтажи, рисунки. И, безусловно, необходимо отразить проблемы, существующие на данной территории на сегодняшний момент, и мероприятия, которые направлены на решение данных проблем. То есть, можно уточнить, я правильно понимаю, если это место, например, которое постоянно засорено, и люди хотят его расчистить и сделать там, например, какую-то зону для отдыха, для прогулок, поставить скамейки, и тогда они просто должны написать, именно изложить суть проблемы, что, мол, потому-то и потому-то мы хотим, чтобы там перестали мусорить, да, и, соответственно, сделали прогулочную зону. Правильно я понимаю? Правильно, да. Но это мы сейчас говорим о составе пакета документов, который направляется. При этом мы не забываем то, о чем ранее было сказано, это о критериях непосредственно самой территории, то есть ее месторасположение и так далее. То, о чем мы говорили, это близость к морю, это центральная часть города, безусловно. То есть, это те места, где наибольшее массовое скопление людей, гостей города. То есть, это именно является важным фактором, когда это произойдет уже момент выбора, непосредственно будут оценивать именно местонахождение этого объекта, правильно я понимаю? Будут оцениваться как раз по критериям, это то, над чем будет работать как раз общественная комиссия. Интересно, какое количество проектов выйдет, скажем так, в финал, да, и уже будет реализовано? Григорий Александрович, что касается именно придомовых территорий? Ну, мы ожидаем несколько десятков таких проектов. Почему, как бы, не можем, конечно, сказать точнее, потому что, собственно, заявки только начинают поступать. И, разумеется, ну, мы представляем примерное финансирование, которое у нас есть, но дома-то у нас разные, есть свечки, как бы, которых там асфальтировано несколько сотен метров, есть огромные крейсера 12-подъездные, которых там тысячи квадратных метров нужно реасфальтировать. Вот, собственно, вот, в связи с этим, то есть, ну, думаю, несколько десятков таких домов у нас будет включена программа, и, соответственно, тысячи радиостоксов почувствуют эту программу, скажем так, реализацию на себе успешную. Немаловажный момент, что не все, конечно, дома подходят под эту программу, но это стоит обратить внимание. Расскажите, какие, собственно, подходят? Ну, конечно, не включается новострой, то есть, дома, которые введены в эксплуатацию позже 2007 года. Также не будут включаться дома, в которых уже производились работы по капитальным ремонту асфальтирования, то есть, ремонту освещения общедомового, то есть, дворового. Вот, то есть, ну, тут сразу сориентируют, то есть, где-то в домах делались, допустим, освещение городское, но не делалось асфальтирование. Естественно, такой дом подходит, потому что асфальтирования делано не было. Вот, еще у нас есть такой, соответственно, то есть, для понимания, чем старше дом, собственно говоря, тем больше у него шанса ввести программу. То есть, и, соответственно, у нас даже критерии соответствуют. И чем меньше у него элементов благоустройства, то есть, если там ничего нет, все плохо совсем, то мы на этот дом, соответственно, будем обращать наиболее пристальное внимание. Еще у нас есть такой момент, на самом деле, такой достаточно, скажем так, ну, так как программа эта новая, она вот сейчас, вот только в этом году входит в режим, так сказать, реализации, есть такие технические моменты, которые мы сейчас до сих пор уточняем. И один из этих моментов, довольно важный для нас, то есть, это именно постановка кадастра, то есть, оформление земельного участка по домам. То есть, скажем так, мы до конца еще не понимаем, к сожалению, можно ли будет такие дома включать программу, то есть, именно те, где земельный участок по домам сформирован. И жители хотят именно работы на земельном участке, который находится уже у них в общей долевой собственности. То есть, таких домов у нас довольно много, вот, и мы направили, на самом деле, запрос в Минстрой, то есть, мы просим ему, то есть, пояснить вот эту ситуацию, надеемся, нам ответят. Вот, то есть, ну, там, где нет кадастра, то есть, здесь совершенно точно никаких ограничений нет. То есть, если земля не разграничена, вот, соответственно, нет, как бы, каких-то ограничений обременения этой земли, то есть, соответственно, эта земля может включаться, либо она является муниципальной, опять же, то, соответственно, такие дома точно могут предъявлять на участие в программе. Где это можно посмотреть, кстати? Да, то есть, это можно посмотреть на публичной кадастровой карте, которая у нас находится в интернете. Ну, или вот нам, кстати, коллеги помогли, то есть, есть у нас на сайте администрации такое приложение, то есть, maps.voc.ru, вот, где, собственно, есть кадастровые участки, то есть, можно посмотреть, находится ли ваш, то есть, сформирована ли земля под вашим домом, И так далее уже делать дальше выводы. Во вкладке управления городостроительством как раз информационный геопортал называется. В принципе информацию все нужно внимательно изучить на сайте vlc.ru. Да, там все есть. Я думаю, что все нюансы и подробности горожане смогут посмотреть. А вот интересно, первый ли подобный опыт работы именно непосредственно с самими жителями Владивостока у вас, когда вы учитываете их мнение при реализации подобных проектов? Или уже был такой опыт? Нет, но у нас же реализовывались программы капитального ремонта. То есть, скажем так, где-то эти программы были нацелены на то, чтобы именно, скажем так, гостевой маршрут привести в какое-то нормативное состояние. То есть, соответственно, это были специальные средства, выделенные Владивостоку перед самим. Там АТС, они одним, то есть, немного было городов в России. Насколько я знаю, даже Сочи специально не предусматривали отдельное финансирование перед Олимпиадой Владивосток. Мы удалось получить финансирование на гостевой маршрут и на ремонт капитальных домов. И где-то, скажем так, естественно, в основном это был акцент на гостевых маршрутах, но мы умудрились немножко денег сэкономить по реализации программы, то есть у нас более 300 миллионов на самом деле мы сэкономили именно только на реализации программы, и там мы уже включали дома, которые уже, скажем так, были просто, скажем так, наиболее требующие ремонта, то есть фасады, кровли, уже немножко отступали от гостевого маршрута. Постарались и те дома не обидеть, да? Ну да, ну конечно, это был размах как бы не очень, так сказать, большой, но какие-то несколько десятков домов, это порядка 70 домов мы дополнительно отремонтировали только за счет экономии. Тем не менее. Я хочу вернуться к теме все-таки общегородских объектов. Мне кажется, как жителю Владивостока, что действительно не хватает каких-то объектов непосредственно у моря. Да, у нас есть набережные, есть прогулочные зоны, их как раз достаточно, но может быть вот у вас тоже есть какие-то варианты, которые вы бы могли предложить жителям Владивостока, они бы с удовольствием приняли такие объекты. Что это может быть вообще? Рассматривается на сегодня это спортивная набережная, ее кап-кап-ремонт. На 2017 год у нас средства заложены именно на капитальный ремонт, не на реконструкцию. То есть это обновление частично территорий. Это ландшафтно-регрессионная зона ДВФУ на острове Русском. Также территория набережной вы имеете в виду? Да, конечно. И еще территория памятник Дни Ивельского и Ощепка, что сегодня вторая очередь благоустройства этих территорий. Но опять же таки, в конечном итоге это определит общественная комиссия, состав таких территорий, это предложение от администрации города. А в состав как раз общественной комиссии войдут в том числе и жители города Владивостока наиболее активные. Вот. И представители общественных организаций. Вот. Ну, собственно, нам всем и решить, что мы с вами благоустроим. В конечном итоге. Вот вы лично за какие объекты проголосовали бы? Ну, я бы безусловно проголосовал, наверное, за все-таки центральные территории, которые пользуются наибольшим спросом, где происходят все массовые мероприятия, гуляния, население, это как раз спортивная набережная, это набережная ДФУ, вот, это набережная Корабельная. Безусловно, есть определенные сроки, в которые должны уложиться горожане, чтобы их проект был рассмотрен. Давайте еще раз их озвучим. Прием заявок уже начался, повторюсь. И до которого числа можно будет их присылать? До 21 апреля до 15.45, если точно. Даже по времени, да? Так точно нужно делать. Это же касается и общегородских территорий, правильно? Ну, вообще, прием заявок идет до 28-го. А, у вас чуть больше. Да, то есть, ну, 28-го это крайний срок. Конечно, все желающие, желательно, чтобы раньше направляли, чтобы было все-таки больше времени ознакомиться с ними на рассмотрение. Давайте еще раз, подытожив нашу программу, скажем о том, что, конечно, нужно внимательно относиться к сбору документов. Присылая заявку. Всю информацию можно посмотреть на сайте vlc.ru и узнать о ней подробно. Что ж, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. Спасибо за этот разговор и за то, что вы делаете такие замечательные проекты. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Набережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова